Россия запустила свою первую ракету, разработанную после советских протонов. Ангара стартовала с космодрома в Плесецке и спустя 21 минуту после взлёта упала в заданный квадрат на полуострове Камчатка. Этот полёт был тестовым и выход в космос не подразумевал. Как предполагается, ракету-носитель будут использовать для вывода на орбиту целого ряда летательных аппаратов, например, космических кораблей и спутников. Главная цель разработки новых ракет – сократить зависимость России от закупок оборудования в других странах, а также от аренды космодрома Байконур в Казахстане. Стоит отметить, что изначально старт Ангары был запланирован на 27 июня. Однако за несколько минут до запуска сработала автоматическая система отмены взлёта. Не удалось отправить ракету в небо и на следующий день. Позже выяснилось, что отмена произошла из-за технической неисправности – падение давления в баке с жидким кислородом. «Ангару» разрабатывали более 20 лет. Это новое поколение ракет лёгкого, среднего и тяжёлого классов грузоподъёмностью от 3,8 до 35 тонн. Уникальность этих аппаратов в том, что все их разновидности можно запускать с одной универсальной пусковой установки. Такую уже соорудили в Плесецке. Позже для пусков этих ракет планируют использовать космодром в Амурской области. На данный момент он находится в стадии строительства. «Ангара» в будущем должна будет заменить устаревшие Российские Союзы. Единственные на сегодняшний день ракеты-носители, способные доставлять людей на Международную космическую станцию. Впрочем, когда они будут введены в эксплуатацию, пока неизвестно. Как говорят международные эксперты, это произойдёт не раньше 2020 года.